Час за часом танцовщицы повторяют за Ольгой непростые движения, стараясь одновременно запомнить порядок действий и почувствовать музыку. Но самое главное, чему учит Оля, это получать удовольствие от танца. Она уверена, если человек влюблен в то, что он делает, он без труда справится с тяжелейшими нагрузками и добьется любых высот. Прежде всего, танцор должен кайфовать от того, что он делает. И тогда быстрее будет ловиться. И техника, и все упражнения, если ты от них кайфуешь. И поэтому главное – кайфовать. Но прежде всего техника. Техникой и целями ты себя двигаешь только вперед. Шесть лет назад Оля увлеклась танцами. Сначала занималась в маленьком подмосковном ДК. Потом решилась и прошла отбор в танцевальные команды Lil Fem Crew и Apes Crew. На последнем чемпионате мира по танцам в Лос-Анджелесе Apes Crew, в составе которых танцевала и Оля, заняли первое место. Саров, юная танцовщица, приехала на пять дней с программой интенсива для воспитанниц школы танцев Storm Dance Studio. Оле 16. Но у Оле очень большой багаж знаний. Не только в одном направлении, а еще очень-очень много. И она, соответственно, с нами может поделиться очень-очень большим материалом и знает уже достаточно много. Каждый день девочки занимаются по 6-7 часов. Нагрузка колоссальная. Но чтобы достигнуть высоких результатов, необходимо много трудиться. Чтобы команда Apes Crew стала лучшей в мире, ее участники тренировались практически круглосуточно. Тяжело, потому что для нас это непривычно. Но хочется работать и работать. Но это очень интересно. Это мотивирует и хочется еще больше и больше заниматься. Оля – это безумно крутой человек, просто талантливый. И это человек, у которого очень много внутренней энергии. И это очень заряжает. И хочется танцевать, танцевать, танцевать вместе с ней. Нужно учиться, тренить постоянно. Не только на занятии час в час, ну, два часа в неделю прийти на обычные занятия. Но еще очень-очень много. У нас поэтому есть фишка для ребят, учеников. У них есть зал бесплатный. Вот может в 7-6 утра можно приходить, заниматься спокойно, бесплатно для себя. То есть они должны в первую очередь развиваться. Поэтому неважно, сколько часов. Это нормально. То есть они должны… Главное – кайф. Вот если они реально кайф получают от самого процесса, от всего, то для них и 20 часов будет вообще ни о чем. Потому что там энергетика. Эта энергетика, она очень дико тащит. Больше узнать об Ольге Захаровой и о ее творческом пути, о командах «Лилфэм Крю» и «Эйпс Крю» вы сможете из актуального интервью, которое выйдет в эфир на канале «16» 4 сентября.